С небольшого вертолётного аэродрома в деревне Буньково из Линского района в кругосветное путешествие на вертолётах отправились российские пилоты. Два экипажа на лёгких геликоптерах преодолеют 40 тысяч километров за полтора месяца, посетив самые живописные места планеты. Дальнюю дорогу энтузиастов провожал и наш корреспондент Илья Данильцев. На вопрос, чего больше всего хочется от этого путешествия, лётчик АС Михаил Фарих, не раз участвующий добровольцем в операциях по поиску и спасению людей, скромно отвечает, побыстрее взлететь. К такому вниманию прессы простые герои не привыкли. Ну а как иначе, в России же впервые стартует кругосветное путешествие на вертолётах. Люди понимают, что это доступно, что это увлекательно, ну и что это прекрасно. Ощущение полёта, наверное, полёт – это одна из форм естественного существования человека. Может быть, высшая форма существования человека. Их вертолёты – это гордость лёгкой авиации. Оснащённый двигателем Rolls-Royce машина работает на авиационном керосине. Но лётчики признаются, если горючки в пути не найдут, смогут залезть в баки обычное дизельное топливо на любой автозаправке. Вот на таких вертолётах Robinson R-66 отправит наши путешественники покорять небеса всей планеты. Эта машина зарекомендовала себя как надёжная рабочая лошадка, способная пролететь без дозаправки около тысячи километров. Самое интересное в этом путешествии, говорят лётчики, даже не те красоты, над которыми удастся пролететь, а само ощущение бескрайней свободы во время полёта. У нас большой участок по нашей великой и необъятной родине. Там будет обязательно днёвка. На две ночи, наверное, мы остановимся где-нибудь в Горном Алтае, попробуем установить какой-нибудь, может быть, внутренний рекорд высоты для этого вертолёта. Они улетели, но обещали по возвращению привести уникальные по своей красоте съёмки и новые рекорды. А в мастерстве пилотов сомневаться не приходится. В их послужных списках десятки достижений от сложнейших маршрутов Москва-Сахалин или Гибралтар до спасательной операции на Северном полюсе. Да и сами вертушки для кругосветки, купленные за океаном, из Америки гнали своими силами по воздуху. Лётчики уже отправили своё кругосветное путешествие, но теперь у меня есть возможность побывать в их шкуре. Правда, не полтора месяца, как у них, а всего 15 минут. Но я думаю, мне этого будет достаточно. 40 тысяч километров, то есть вокруг света, всего за 45 дней. Лётчики пролетят над самыми живописными местами Земли. Ниагарский видопад, норвежские фьорды, бескрайние леса. Сибирские тайги, Камчатские вулканы. Но главная задача этого путешествия – показать всей разграниченной земле, что небо безграничное. Ближайший заграничный перевалочный пункт – Эстония. Оттуда после дозаправки в Норвегию на мыс Нордкап, самую северную точку Европы. Финишное прямое путешествие пройдёт через всю Россию и завершится там же, где и началась на аэродроме в Подмосковье. Илья Данисов, Николай Волков, Новости Подмосковья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok